Игорь Ритерович, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, с неанонсированным визитом в Киев сегодня прибыл глава Пентагона. Лой Достин объявил о новом пакете военной помощи в 400 миллионов долларов. Я так понимаю, что это то, что в свое время на днях анонсировал Джо Байден. Вот если говорить о других целях визита, что могло остаться за кулисами приезда главы Пентагона в Украину? Я думаю, что какие-то вопросы чисто практического значения, которые важны для Украины, обсуждение специфики каждого отдельно взятого пакета. То есть какое вооружение там должно быть, на чем следует сосредоточить внимание. Плюс я не исключаю, что речь шла и о более глобальных вещах. Например, о получении разрешения на нанесение ударов дальнобойным оружием. Понятно, что Остин не тот человек, который финально это решение принимает, но он может на практике, приехав в Украину, непосредственно ознакомиться с тем, что происходит, получить какую-то информацию, которая до этого для него была, например, недоступна, пообщаться в том числе с нашими военными, не только с верховным главнокомандующим, и получить ответы, например, на некоторые вопросы, которые у него могут существовать, как у представителя, собственно говоря, администрации Байдена. То есть это очень важный момент, когда люди лично приезжают. Как правило, часть вопросов, они действительно остаются за кадром, поскольку при личном общении они могут лучше узнать ситуацию и четче понять нюансы того, что происходит, к чему это, собственно говоря, может привести. Поэтому каждый такой визит, он действительно состоит из официальной составляющей, ну и всех тех разговоров, которые где-то остаются за закрытыми дверями, и последствия которых мы замечаем, как правило, через какое-то время. И это находит отображение как непосредственно в помощи, так и в принятии политических решений, которые касаются поддержки Украины в контексте противостояния России. В конце прошлой недели Байден совершил свой последний в качестве президента США официальный визит в Европу, встретился в Берлине с лидерами Великобритании, Франции, Германии и самыми влиятельными людьми в Евроатлантическом клубе. И вот после этого в СМИ появилась информация, что Белый дом не против приглашения Украины в НАТО. Макдоле это стать заявлением вот этого вот, результатом европейских встреч Джо Байдена со Стармером, Шольцем, Макроном и, возможно, далее будут следующие такого же характера заявления. Ну, это, конечно, взаимосвязанные вещи. Почему? Потому что позиция касательно приглашения Украины в НАТО, это же, собственно говоря, не только позиция Соединенных Штатов. НАТО это 32 страны. И вот среди тех стран, с которыми он встречался, например, Франция и Британия занимают более однозначную позицию, Германия, например, нет. Поэтому я думаю, что они в том числе обсуждали эти вопросы, общались между собой и, видимо, пришли к какому-то определенному соглашению, что при выполнении определенных условий, поскольку все-таки в прессе указывалось на то, что все будет зависеть от того, как закончатся выборы, кто, собственно говоря, станет президентом Соединенных Штатов, если это будет Камала Харрис, то Байден в тот срок, который ему остается на посту президента, он может, в принципе, предпринять вот эти шаги такого политического характера и убедить других союзников по НАТО, что это будет правильное решение, которое будет выгодно как и демократам, и новой администрации, так и, собственно, будет просто исполнением тех обещаний, которые Байден неоднократно давал раньше и говорил о том, что двери Альянса для Украины открыты. Понятно, что если победителем станет Дональд Трамп, ситуация может быть несколько другая, но я думаю, что как раз лидеры четырех стран и обсудили во время этой встречи, что будет делать Европа в большей степени, и в какой-то мере Соединенные Штаты, как они себя будут вести, если поменяется американский лидер, и, собственно говоря, у него могут быть, например, другие взгляды, не касательно поддержки Украины, не про это речь идет, а, например, о том, какую долю должна вносить каждая отдельно взятая страна. Трамп просто известен тем, что он считает, что европейские страны должны делать больше вклад в оборону, коллективную оборону, они должны больше на эту оборону тратить, и они должны преимущественно заниматься вопросами, которые связаны, собственно говоря, с поддержкой Украины. Здесь еще что очень интересно, визит Байдена произошел на фоне некоторых изменений вообще в позиционировании Альянса. Если раньше там главную скрипку играли именно США, то сейчас постепенно Альянс перебирает, ну, НАТО в целом перебирает на себя эти функции. Я думаю, что это тоже подготовка по определенной мере к тем изменениям, которые потенциально могут иметь место после 5 ноября, то есть после выборов в Соединенных Штатах. Так что Байден здесь сразу несколько задач, наверное, выполнял. Он и хотел сохранить и укрепить финально взаимоотношения между США и ключевыми европейскими странами, Европой в целом, поскольку до его президентства, например, там были определенные проблемы. Обсудить с ними какие-то возможные варианты, которые могут иметь место. Ну, в любом случае, во всех этих разговорах центральной темой, конечно, была Украина. То есть понятно, что так или иначе это все рассматривается через призму поддержки Украины. И я думаю, что если мы учитываем те заявления, которые были после этой встречи сделаны, то дискуссия, она была достаточно плодотворной, и она будет иметь результаты. Ну, единственное, что эти результаты теперь несколько переносятся на Рамштайн, который будет в ноябре, и в целом будут зависеть от той ситуации, которая сложится в Соединенных Штатах. Но при этом мы начинали с того, что вот Остин приехал в Киев, то есть видно, что поддержка продолжается и дальше, контакты на высшем уровне продолжаются и дальше. То есть, видимо, обсуждение актуальных для нас вопросов, оно не поставлено на паузу, оно ведется, просто формат несколько этого обсуждения поменялся. Ну и в продолжение темы, вот министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сейчас в Турции. Скажите, вот чего ожидать вот от этого визита? И напомним, что в сентябре Эрдоган заявлял, что Турция возьмет во внимание позицию США и других стран-членов НАТО о возможном членстве Украины в альянсе. Ну, смотрите, вопрос касательно вообще Турции, он очень важный вопрос, на самом деле, для Украины, потому что Турция занимает достаточно такое уникальное положение. С одной стороны, это член НАТО. И понятно, что, учитывая влияние Турции в регионе, они не против это влияние еще более усилить. А сделать это как раз можно через поддержку Украины на пути интеграции в альянс, потому что они прекрасно понимают, что тогда Украина с той же Турцией может установить полный контроль над Черным морем и, в принципе, решать какие-то совместные задачи стратегического характера. Второй момент связан с тем, что Турция, конечно, сохраняет достаточно тесное, к сожалению, для нас, но это объективная реальность, экономические отношения с Российской Федерацией, но при этом занимает однозначную позицию касательно территориальной целостности государственного суверенитета Украины. Это очень важный момент. Эрдоган даже на встречах с Путиным не забывает ему напоминать, чей Крым. И как вообще эта ситуация должна разрешиться. Поэтому использовать эту страну и в будущем для продвижения наших интересов это очень правильная позиция. То есть у Субиги сейчас достаточно обширная география поездок. Мне кажется, здесь Турция не просто так избрана, поскольку он хорошо знаком с этой страной. И понятно, что в преддверии возможного саммита мира, и в преддверии изменений, которые могут произойти в Соединенных Штатах, и в преддверии других каких-то важных вещей, позиция страны, которая где-то между Украиной и Россией находится, она для нас чрезвычайно важна. И поэтому обмен такими мнениями, и в том числе получение дополнительной поддержки политического, кстати, экономического характера, потому что у нас товарооборот увеличивается, и Турция постепенно становится одним из наших главных торговых партнеров, что нам выгодно, кстати, с той точки зрения, что это позволяет лучше контролировать ситуацию в Черном море, поскольку в этом заинтересована и та же Турция, которая не дает разгуляться российскому флоту. Так что в этом плане позиционирование здесь очень правильное, и я думаю, что мы на Турцию точно можем рассчитывать, как на страну, которая не будет нам ставить какие-то там палки в колеса, а наоборот, в какой-то момент может нас даже поддержать и выступить с инициативой на пути нашей евроатлантической интеграции. Ну и плюс усиливать вообще взаимодействие непосредственно двустороннее в экономических, социально-гуманитарных и других вопросах. Игорь, хотели с вами обсудить ряд других тем. Вот разведка Южной Кореи сообщает, что войска КНДР уже в России, военные находятся на полигонах на Дальнем Востоке, и уже оттуда, вероятно, поедут в Украину. Им якобы выдана российская форма, документы. Но вот при этом, что показательно, да, у Запада риторика такая, мол, доказательств участия солдат Северной Кореи в войне пока нет, пока ничего не понятно. Что вы думаете об этом, и какими, да, какими должны быть эти доказательства? Ну, я думаю, что, конечно, ультимативными доказательствами являются, например, непосредственно военнопленные, солдаты Северной Кореи, которые там будут взяты в плен нашими военными и представлены, скажем так, всему миру. Хотя все прекрасно знают, и все доказательства уже были переданы про использование, например, России и северокорейских баллистических ракет. Мы это, к сожалению, уже испытали на себе. Но тут надо понимать, что на Западе позиция всегда была такой, что им надо максимальные доказательства. Вот в данном случае речь идет не только о ракетах, поскольку тот же Иран поставляет шахеды России, это всем известный давным-давно факт, хотя Иран его все равно продолжает отрицать. В данном случае речь, конечно, идет вообще об изменении даже подхода к этой войне. То есть если до этого это была война, которую начала Россия против Украины, то если там будут принимать участие непосредственно северокорейские военнослужащие, это будет уже конфликт совсем другой интенсивности и совсем других масштабов. Потому что речь идет не о наемниках, которые воюют в российской армии, речь идет о представителях официальных вооруженных сил третьего государства. И поэтому, что в данном контексте Западу, конечно, надо какие-то более, как они считают, серьезные доказательства, не только какие-то спутниковые снимки, а вообще факт участия северокорейских военных, собственно говоря, в войне против Украины. То, что они там есть на сегодняшний день на территории России, это факт. То, что они тренируются там на полигонах, это тоже факт. Но вот вопрос в том, как они будут дальше после этих полигонов использованы. Потому что это может быть частью вот того стратегического соглашения между Россией и КНДР по поводу там взаимной какой-то поддержки. Это может предусматривать в том числе обучение северокорейских военных в России. Но, конечно, если они после этого окажутся в Украине, никакие паспорта там бурятов или якутов, которые они им собираются выдавать, они, конечно, ситуацию абсолютно не исправят. И понятно, что это будет секрет Полишинеля, который очень быстро выйдет наружу. И поэтому сейчас, мне кажется, западным странам сейчас надо думать больше не о том, чтобы им предоставили какие-то доказательства, а думать, что они, собственно говоря, будут делать, когда они эти доказательства получат. Потому что вероятность этого достаточно высокая. То есть как они будут на это реагировать? Поскольку понятно, что игнорировать это не получится. Здесь надо будет принимать решения, и решения не просто глубокой обеспокоенности или каких-то санкций против Северной Кореи. Потому что она живет под этими санкциями давным-давно, и она, грубо говоря, плевать хотела на какие-то новые. Здесь должны быть решения совсем другого порядка. И лучше к ним подготовиться уже сейчас, чтобы потом, понимаете, не возникла проблема траты времени на подготовку, собственно говоря, этих решений. Ну, очевидно, что это один из вероятных сценариев. И лучше к этому сценарию готовиться сейчас, чтобы потом это не стало сюрпризом. Скажите, вот можно понять, да, зачем Россия военная из Северной Кореи? Это, по мнению многих экспертов, позволит заменить срочников той же Курской области. А зачем это самой Северной Кореи? Ну, смотри, с одной стороны, это чисто деньги. То есть понятно, что Россия будет платить за это мясо живое. Ну, по-другому это назвать очень сложно. Немаленькие деньги, поскольку Северная Корея, она нуждается как бы в валюте, то Россия может это заплатить. Это раз. Во-вторых, конечно, это опыт, который эти военные могут получить в войне нового типа. Потому что мы вообще не знаем, какая боеспособность северокорейской армии, поскольку она после 1953 года нигде не воевала. Вот очень важный момент. И насколько она там опытная, насколько она понимает вообще, как происходят боевые действия в современном мире, но это вопрос открытый. К сожалению, такой опыт северной корейцы могут получить, собственно говоря, на войне против Украины. Потому что мы видели, когда даже эти кадры, когда им выдавали какую-то экипировку и так далее, им выдавали российскую экипировку, которая очень сильно отличается от северокорейской, в лучшую сторону. То есть для них это такая подготовка к той глобальной войне, к которой они готовятся, начиная с 1953 года, с реальным боевым опытом. И еще один очень важный момент. Это повышение, скажем так, геополитической значимости Ким Чин Ын. Ну и он реально так считает, что он превращается в мирового лидера. Там за 7 тысяч километров можно решать какие-то вопросы от Северной Кореи. Штаты будут на это обращать внимание. Они же это подадут не как войну против Украины. Это же понятно будет подано, если это произойдет, как война против американских империалистов, НАТО и так далее. То есть это все известные истории, а в стране, которая тотально просто покрыта пропагандой, ну это очень легко вбить в голову людей. Поэтому Корея на самом деле здесь тоже может получить достаточно много для себя преференций. Ну преференций, конечно, кратко таких срочных. Почему? Потому что рано же или поздно война закончится, и по сути Северная Корея останется ни с чем. Но в данном конкретном случае для них это не важно. Они сути активно живут, и в принципе, учитывая, что это принесет им какие-то определенные ресурсы, они могут постараться воспользоваться этой ситуацией по полной программе. Уже завтра в Казани стартует саммит БРИКС. И туда приглашены не только участники этой организации. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Как заявил Путин, более 30 стран изъявили желание участвовать. И вот среди них Саудовская Аравия и Иран. Скажите, чего ожидать от этого собрания в политическом плане? И стало известно, что президента Бразилии не будет, но вот как по видеосвязи онлайн он присоединится. Ну, ожидать каких-то громких заявлений, это понятно. Ожидать попытки в очередной раз выдать БРИКС за нечто большее, чем он есть на самом деле. То есть выдать это за какой-то даже не экономический, а уже и военно-политический союз. Россия неоднократно делала подобные попытки, но они не находили поддержки со стороны тех стран, которые являются членами этого объединения. А это объединение, кстати, часто называют клубом обиженных стран, которые считают, что их как-то где-то недооценивают, им как-то не дают то внимание, на которое они заслуживают и так далее. Но тут на самом деле все очень просто. Вы это внимание автоматически получаете, если вы чем-то нормальным занимаетесь. Если вы ничем нормальным не занимаетесь, то вы этого внимания не получите, собственно говоря. Поэтому в этом контексте заявлений громких будет много, но я не думаю, что там будут какие-то практические последствия, потому что ряд стран не приехало. Вот президент Бразилии не приехал, у него интересно все так совпало. А те даже, которые приедут, они, конечно, будут отдавать должное мощности этого объединения, но мы не увидим какие-то дальнейшие серьезные интеграционные шаги, на которые так рассчитывает Российская Федерация. И мне кажется вообще, что реальные результаты этого саммита трехдневного, они будут просто на порядок меньше тех, которые не прогнозируют и которые не очень активно пиарили в средствах массовой информации. Ну что, реальность такова, что при всех своих потугах это объединение пока остается весьма условным, несмотря на то, что в него входят страны с наибольшим числом населения. Но у многих стран экономический потенциал, он далеко не соответствует потенциалу не то, что там, например, западных демократий, он не соответствует потенциалу иногда одного отдельно взятого штата, Соединенных Штатов Америки. Ну вот, допустим, у Техаса и у Калифорнии ВВП больше по отдельности, чем у всей России вместе взятой. Ну о чем может идти речь? О каких геополитических или там глобальных потугах, если они даже на уровне экономики не могут состязаться не то, что там с Соединенными Штатами, а даже с отдельными частями этой страны? В Молдове накануне состоялось историческое голосование, выборы президента, референдум по вступлению в ЕС. И судя по результатам впереди второй туры, и судя по всему, по всем раскладам и данным разведки, и генпрокуратуры Молдовы, Москва будет всячески мешать Майя Санду победить. Буквально несколько часов назад у Азу Нантои, депутат парламента Молдовы, в нашем эфире, я его спросил, что потеряет Россия в случае евровыбора Молдовы, так он мне сказал, нам, нашим зрителям, я прошу прощения, сказал, что получит Россия, если ей удастся этот пророссийский переворот в стране, что это, возможно, еще один какой-то такой, знаете, плацдарм и новая угроза для Украины. Как вам такое мнение и ваше мнение по поводу того, что потеряет Россия, если Молдова таки определится со своим европутем? Ну, смотрите, Молдова как бы определилась в соответствии с результатами референдума. Единственный момент в том, что определение вышло не сильно убедительное, практически 50 на 50, это, конечно, проблема. Плюс второй тур выборов, и даже если Санду на них победит, потом парламентские выборы. Вот на парламентских выборах в 25-м году все будет гораздо печальнее, но пока исходя из той информации, которая у нас есть. А поскольку Молдова это парламентская, по сути, республика в первую очередь, то понятно, что роль парламента там на порядок больше, чем роль, собственно говоря, президента. Поэтому Россия, конечно, не получила сразу то, что она хотела, но сейчас, к огромному сожалению, угроза усиления российского влияния в Молдове, она присутствует, и она может идти по нарастающей. Я боюсь, что в значительной мере Молдова может повторить путь Грузии в том плане, что начав очень активно интегрироваться в нормальное цивилизованное общество, они, тем не менее, потом сделают определенный разворот из-за наличия и пророссийских там сил, и из-за влияния, собственно говоря, России, и пойдут в сторону авторитарного государства. Угроза этого на сегодняшний день, она достаточно реальна. Мы должны это понимать, потому что худший сценарий для нас заключается в том, что если этот разворот действительно произойдет, мы получим со стороны государства, власти которой, например, явно поменяют свою позицию по отношению к Украине. Будем, конечно, надеяться, что этого не будет, поскольку и Санду может выиграть выборы, и может еще достаточно много чего измениться к парламентским выборам. Но вообще молдовскому руководству, мне кажется, надо действовать более жестче, не так, как они делали это раньше, поскольку та ситуация, которая сложилась, она, кстати, обусловлена в значительной мере недостаточной реакцией на ту и пророссийскую пропаганду, и на откровенные махинации, манипуляции, которые использовала Россия и продолжает, в принципе, использовать. И с такими вещами нужно разбираться до сегодняшнего дня. Возможно, эти выборы станут уроком для молдавской власти, и они, собственно говоря, сделают выводы и будут думать, как выйти с этой ситуации, которая сложилась. То есть, пока что она не очень критична, но надо понимать, что в любой момент она может поменяться. Референдум это очень хорошо показал. Вы упомянули Грузию, но сам Бог велел поговорить о ситуации в Грузии. Вчера тысячи людей с флагами Грузии и Евросоюза, а также Украины, вышли на улицы Тбилиси, чтобы присоединиться к акции «Грузия выбирает Евросоюз». Это происходит за неделю до парламентских выборов. Вот насколько в Грузии может произойти ситуация наоборот? Ну, я говорю наоборот, и если вот помнить ваши слова, что может повториться печальный сценарий Грузии. Грузия уже имеет этот печальный сценарий, да, про российскую власть. Что нужно сделать оппозиции, что нужно сделать европейцам, что нужно сделать союзникам Грузии в Евросоюзе, чтобы консолидировать оппозицию, чтобы была победа правильная. Для, если верить соцопросам, большинство грузин все-таки за европейский выбор Грузии, а не за Россию. Смотрите, вот парадокс Грузии в том, что большинство грузинов за европейский выбор Грузии, но при этом на выборах они проголосуют за партию Иванишвили. Вот в чем проблема. Поскольку в Грузии, мягко говоря, не очень хорошая экономическая ситуация. Я понимаю, что нам любят рассказывать о грузинском экономическом чуде и так далее, но оно в прошлом. И если посмотреть в целом на ситуацию в стране, она оставляет желать лучшего. Экономическое определенное возрождение, которое мы наблюдаем в последние годы, нельзя сказать, что в Грузии прям критическая ситуация, она непосредственно связана просто с приходом туда россиян. Вот в чем дело. Часть туда выехала, спасаясь от мобилизации, а часть просто юзает эту страну, по-другому не скажешь, в каких-то своих целях. И грузинская власть идет навстречу российскому бизнесу. Поэтому, знаете, я хотел бы, конечно, очень ошибиться, но я думаю, что Грузию точно не должен спасать Европейский Союз или какие-то другие страны. Это решение должны принять грузины. Они должны прийти на выборы и они должны показать грузинской власти, что они не согласны с ее курсом. Но судя по тем вопросам, которые мы имеем, плюс, давайте не будем забывать о тех возможностях, которые есть у грузинской власти, а это, опять-таки, фальсификации, манипуляции, банальный подкуп, потому что они часть населения, которая очень бедная, они просто покупают. Скорее всего, приведет к тому, что они сохранят власть. И я боюсь, что после этих выборов окончательно можно будет поставить крест на европейских устремлениях Грузии. Европейский Союз Грузию предупреждал. Они к предупреждениям, судя по всему, не прислушались. И начнется гораздо более жесткий разворот в сторону России, вплоть до признания тех территорий, которые являются оккупированными, ну, временно оккупированными, да, признания, по сути, их территориями Российской Федерации. Я не удивлюсь, если нынешняя грузинская власть сделает так. По крайней мере, отдельные ее представители про это говорили, что они у кого-то там собираются просить какое-то прощение. Ну, что само по себе абсурдно, просить прощения у агрессора, по сути. Понятно, да, Игорь. Спасибо, Игорь, за такой вот прогноз, но тем не менее по-честному. Все, Игорь, спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Игорь Ретерович, политолог, был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.